Проект Sexism Free Nights, или на русском «Ночь без сексизма», это проект, цель которого сократить сексуальное насилие и сексизм в ночной жизни. Это международный проект, который финансируется Европейским Союзом, и там задействовано пять разных партнеров из разных стран. У нас есть партнеры из Испании, из Португалии, из Германии, из Сербии, и мы находимся в Латвии. Сам проект инициирован именно партнером из Португалии, это университет, что довольно классно для нашего проекта, потому что таким образом у нас есть разные аспекты. У нас есть академический аспект, у нас есть деятели из ночной жизни, у нас есть те, кто работают именно с жертвами насилия, и у них есть опыт в этом. Каникас Культурный Центр решил принимать участие в этом проекте, потому что мы считаем, что проблема сексизма и сексуального насилия является универсальной, вне зависимости от того, в какой стране ты находишься, ты находишься в большом или в маленьком городе. А если мы говорим конкретно про ночную жизнь, то наш культурный центр, он также является местом, где люди отдыхают в вечернее ночное время, и для нас важно, что гости, которые приходят к нам, и что мы, как организация, можем транслировать ценности того, что мы за то, чтобы в нашем пространстве все одинаково получали удовольствие, вне зависимости от их гендера и настроения, но также, что это более безопасное место, и что наши работники умеют правильно среагировать на разные ситуации. За эти два года мы сделали довольно много всего. Скажем так, основной интенсив происходил последние полгода, когда больше было возможностей что-то делать. Основные аспекты нашего проекта – это исследования про сексизм и сексуальное насилие в ночной жизни, это разработанные тренинги для работников ночной жизни, а также организаторов фестивалей и разных событий. И это компания, которая направлена на то, чтобы повысить осведомленность сторонних наблюдателей, таких как мы с вами являемся, когда мы идем на вечеринку или в бар, но также, если мы работаем в этой сфере, мы тоже являемся сторонними наблюдателями. И мы хотели бы повысить осведомленность о важности своевременной реакции на ситуации, которые могут спровоцировать сексуальное насилие. Наши партнеры из Германии, они разработали структуру тренингов, которые сфокусированы именно на групповой работе, где можно отрефлексировать свою точку зрения на эту тему, но также узнать много новой информации. Эти тренинги именно направлены на работников сферы. Эти тренинги мы будем проводить в следующем году, в начале 2022 года в Латвии. Мы надеемся, что не только в Риге, конечно, это будет зависеть от бюджета, но хотелось бы выйти за рамки столицы и делать это также в регионах, кроме тренингов, у нас также происходит кампания, где мы намечатали постеры с разными тестами, которые призывают обратить внимание на самые распространенные ситуации, которые с нами случаются в ночной жизни, и предлагаем варианты реакции на эти ситуации. Но я бы сказала, что вместе с этой кампанией мы пытаемся внушить то, что никогда нет правильных решений или правильных сценарий действий, и большинство действий будет лучше, чем без действия. Очень часто мы не хотим что-то делать или как-то реагировать, потому что у нас есть определенные страхи, социальный, физический страх. Мы пытаемся вдохновить нашим проектом на то, чтобы переступать через этот страх и делать хоть что-нибудь. Также в самом проекте мы хотим, в самом конце мы хотим сделать такой бренд «Сексизм-фри-найт». Это будет как лейбл, который разные места могут получить, если они соответствуют определенным ценностям, если их работники прошли тренинг. И таким образом, когда ты едешь в другую страну, ты знаешь, а, это место получило лейбл «Сексизм-фри-найт», значит, оно более безопасное, более приятное, и что работники, которые там есть, они будут в состоянии среагировать и помочь в разных ситуациях. Интересно то, что подобные инициативы очень часто исходят от негосударственных организаций, и часто именно поэтому они не воспринимаются серьезно. А, ну вот опять эта организация, которая всегда говорит на такие темы, опять что-то там пытается рассуждать. И поэтому очень важно найти пути, как можно взаимодействовать с городскими властями, если это возможно, конечно. И в нашем случае мы нашли такую женщину в Рижской городской думе, которая супер заинтересована в том, чтобы продвигать тему ночной жизни, делать ее более безопасной и приятной для всех. И поэтому мы уже чувствуем, что этот проект вышел на влияние другого уровня, потому что мы видим, как город заинтересован в том, чтобы развивать это дальше. Тема сексизма и сексуального насилия много обсуждается в обществе. В основном я бы сказала, что мы говорим про сексизм на рабочем месте, сексуальное насилие в семье. Но если мы говорим про сексуальное насилие в ночной жизни, мы обращаемся к этой теме именно потому, что нам кажется, что она очень нормализирована. И очень часто я слышала скептицизм от моих коллег в культурной сфере даже, что мы преувеличиваем проблему, что на самом деле все не так, просто потому, что мы настолько привыкли к тому, что если мы идем в бар, на вечеринку, отдыхаем с друзьями, есть много сексистских шуток, которые мы просто пропускаем и малышей. Мы не обращаем внимания на то, что кто-то нас потрогал за спину или за попу. Мы просто не идентифицируем это как проблему, а как норму, которая происходит в ночной жизни. И это правила игры, которые тебе нужно принять, чтобы играть в эту игру. Поэтому нам кажется, что важно обратить внимание на это. И исследование, которое мы провели с помощью опросника в прошлом году, оно показывает то, что мужчины чувствуют себя намного, намного более безопасно, чем женщины. К примеру, 74% женщин, которые идут в бар или на вечеринку, опасаются того, что с ними может произойти сексуальное насилие. То есть у нас, у женщин запрограммирован этот страх на каком-то уровне, что мы уже его даже игнорируем, потому что это норма для нас. Иметь этот страх возвращаться поздно домой, держать ключи в кулаке, потому что мы думаем, что это как-то поможет в опасной ситуации. И это совершенно другая ситуация для мужчин, которые намного меньше боятся. И, конечно же, насилие происходит с мужчинами тоже. Но мы говорим про, во-первых, разный уровень того, как это происходит. Мы говорим про то, что намного больше женщин страдает от насилия. и то, насколько, и то, как это воспринимается в обществе. То есть если мы говорим, мы говорим про то, что есть определенные стереотипы по отношению к тому, как должны одеваться, какое количество алкоголя могут употреблять женщины и мужчины, и какие последствия это для них будет иметь. Субтитры создавал DimaTorzok